Добрый день уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Toyota Caldino 2003 года выпуска автомат 2 литра бензин на этом автомобиле пробег 171 тысяча километров сегодня мы заменим переднюю и заднюю подушку двигателя для этого мы поднимаем автомобиль снимаем подрамник переднюю подушку можно заменить не снимая а вот заднюю чтобы снять нужно снимать подрамник поднимаем поднял автомобиль снимаем вот эту переднюю часть пыльника одну и вторую сторону нам чтоб удобнее было подбираться к лыжи и к подушке верхней откручиваем здесь по периметру крепления здесь их не так много и снимаем еще одну клипцию пропустил теперь ослабляем все болты три крепления на лыжу также снимаем вот эту скобу буксировочную я уже ее ослабил потому что у нас подушка прикручена вот отсюда снизу головку надо подлазить будет потом откручиваем шаровые опоры с обоих сторон откручиваем стойку стабилизатора с обоих сторон снимаем вот этот треугольник он даже здесь не треугольник кронштейн усилитель вот этот болт мы не откручиваем на сайлентблок на задний открутил две гайки с этой стороны две гайки с той стороны это у нас вот болты крепления рулевой рейки стабилизатор мы оставляем на месте но и также с этой стороны снимаем вот этот кронштейн и снимаем шаровую опору с двух сторон когда мы уже подопрем откручиваем вот этих две гайки и после этого мы можем спокойненько брать и опускать лыжу откручиваем ну практически я все открутил осталось у нас только отвязать стабилизатор и отвязать вот эти гайки и все и подрамник у нас опускается стабилизатор почистил смазал закислом здесь сзади ключ на 17 можно держать иголок гайка тоже на 17 попробуем нормально боялся что придется обрезать ставим ставим подпор все можно откручивать вот эти гайки то есть а а а а а и а Продолжение следует... Ну все, в принципе, дальше можно не отпускать и увидел, что разварван пыльник рулевой рейки, надо будет хозяину сказать. Выдергиваем болт на подушке. И снимаем лыжу. Ну а сзади уже дело техники. Здесь подлазить удобно. Откручиваем болт на соленблоке, на подушке. И вот этот кронштейн целиком с подушкой снимаем. Здесь удобно, гайка приварена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Подушку вытащили. Подушка ослаблена. Откручиваю ее до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот подушка. Видно, снизу она уже била. И вот здесь она с двух сторон практически полностью разорвана. И так же, если вот так вот показать, сверху тоже она набита. Ее выворачивала наверх. От чего она разорвана именно сверху. Вот так вот. Такая подушка идет в оригинале. Дубликат на эту модель именно не предлагается. С коровы нашел по другому оригинальному номеру. Дубликат фирмы Авантеч. Номер ее получается АЕМ-0173. А под оригинальным номером она идет 12-361-21-030. И чем примечательно, она идет уже усиленная. Она не такая мягкая, как вот эта подушка. По размерам она точно такая же. Смажу рельму. Вот так вот забил отвертку металлическую. Сначала уголок начал. Сбоку, с торца подмял. А потом отвертку так забил. Теперь выбиваем отвертку. И картридж можно вывалить. Все. Смазываем. И запрессовываем новый. Новый взял тоже на 4 контакта. Здесь вот получается, как я и показывал, и снизу набито. И сейчас его вывернуть не смогу, но он разорванный. Подушка оторвана. И с этой, и с этой стороны. Это от 190-й короны. От 190-й корона. Калдина. Ставим. И запрессовываем. Единственное различие. Ширина у них одинаковая. Диаметр у них одинаковый. Ширина 38,5. Диаметр 79. А вот втулка здесь 55, а родная 60 на 5 миллиметров. Получается, я с одной стороны подложу шайбу. Потому что здесь она с одной стороны длиннее. Ну и между внутренней втулкой и кронштейном шайбу воткну под болт. Запрессовываем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая у меня проставочка на 82. Беру предварительно молоточком чуть-чуть саленблок завел. Выставляем центр. Беру старый подшипник По диаметру И площадку. Смотрим потихонечку, Чтобы у нас равномерно... Чтобы у нас равномерно... Субтитры создавал DimaTorzok 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 подушка на месте теперь можно идти устанавливать в оригинале она только в сборе идет дубликатов тоже нормальных на этот кузов нету вот подложил две шайбы как раз с одной стороны потому что здесь наживить наживил теперь поджимаю подрамник мажу все резьбы куда буду болты закручивать и болты тоже помажу то есть вот 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 КОНЕЦ 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 Все, у нас подрамник сел на место, с двух сторон показываю, также здесь он, болты рулевой рейки тоже на месте посадил. Теперь устанавливаю на место шаровые. Смотрите. 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 Ну и все. Точно так же наживляем с другой стороны. Наживляем рейку. Крепление. И все протягиваем. Смотрите. 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 Ну все. Я снизу все протянул. Можно перепроверить. Подушку также затянул и здесь и сзади. Три болта затянул. Два на подушку затянул. Эти затянул. Подушку затянул. Так. На лыжу два болта затянул. Гайку с подушки затянул. Болт в подушку затянул. Четыре крепления рейки я затянул. Шаровую опору затянул. Здесь задняя точка. Все затянул. Стабилизатор затянул. Подушку затянул. Ну и с этой стороны все затянул. Шаровую опору затянул. Здесь подвеску с одной и со второй стороны я протянул. Устанавливаем пыльник. Один и второй. Ставим колеса. И на этом все. Замену передней подушки и картриджа в задней подушке мы закончили. Всего вам доброго.